Приветствую вас. Вы знаете, я думаю, что любой разговор об этом, особенно сейчас, когда мужчина в армии, любой разговор об этом будет выглядеть как давление на человека. Любой разговор будет выглядеть именно так. Любой разговор будет выглядеть как давление. Вот. Поэтому, именно разговаривать с мужчиной, да, я вам не рекомендую именно разговаривать с ним. Я не рекомендую, значит, поясню, да, почему. Это будет выглядеть так, как будто вы ставите под сомнение его, его, ну, знаете, какую-то вот его способность, его мужественность, его самостоятельность, его серьёзность, вот. То есть, я не думаю, если честно, что вам это нужно. Я не думаю, если честно, что вы в этом сейчас нуждаетесь. Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что так вот. Но при этом, при этом, когда и если он вернётся, и должен говорить о том, что давай, значит, давай, значит, жить вместе, вот, вы ему можете, имеете полное право сказать, что, знаешь, я не уверена. Знаешь, там, прости, я, я не уверен, я не уверена. Вот. Я не уверена, что хочу, к примеру. Или просто я не уверен, там, я боюсь, там, ну, что-нибудь такое вы можете мужчине, значит, донести, что-нибудь такое можете ему сказать. Вот. И я думаю, что это будет, в общем, для него хорошим таким сигналом, хорошим сигналом, да, к тому, что пора, ну, что-то меня, да, пора дать вам то, что вы хотите, то есть, как бы, замучите, то есть, пора делать более, так, серьёзные шаги. Вот. И если он этого не сделает, то есть, если с его стороны не будет таких шагов, ну, значит, в таком случае, действительно, он ещё к отношениям не готов и, возможно, вы поспешили, ну, в отношениях, 100 раз, возможно, возможно, вы ещё не готовы, ни он не готов, ни вы не готовы, вот, к отношениям. Вот. Хотя это, конечно, слишком поверхностное осуждение, потому что мы не знаем вас, да, мы не знаем историю ваших отношений, вот, мне кажется, что здесь, ну, в любом случае, не нужно, не нужно здесь делать выводов каких-то поспешных, не нужно торопиться, вот. И, самое главное, не нужно проявлять, как бы, вот эту вот излишнюю активность, да, которая не одни отношения уже разрушала. Ну, в том смысле, что, когда женщина начинала от своего мужчины что-то требовать, да, ну, редко, 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 когда получалось что-то хорошее. Из этого. Вот. На мой взгляд. На мой взгляд. Вот, в принципе, так. Я думаю, можно вам ответить. А, с другой стороны, есть некий, на мой, опять же, на мой взгляд, да, есть некий конфликт, есть некий конфликт, м-м-м, того, что вы хотите, как мне кажется. То есть вы как будто хотите, знаете, вот, опять же, статус, статус для вас важен. Не возможность быть, быть и жить с человеком, а статус. И это всегда, какие-то личные желания, какие-то личные стремления, которые зачастую к молодому человеку отношения вообще не имеют, потому что, м-м-м, любим-любим, да, вот, мы ведь, человека, а не его статус. Понимаете? А у вас, получается, такая история, что вам нужно статус. Вот. Не то, чтобы это, прям, совсем, как бы, плохо, да, но... Ну, мне думают, что лучше бы, лучше, лучше бы вы ориентировались на самого мужчину, на то, чтобы мыслим и сделать его счастливым, например, а не на то, что вы делаете сейчас, то есть, ориентируетесь на статус, и у вас уже такой разговор, что я не хотел бы, хотел бы жить в статусе жениха и невесты, а то, что, может быть, вы, там, к примеру друг другу не подходите, да, это... Это не все, не все, как бы. Ну, поэтому мне кажется, что здесь вы, вот, не знаю, несколько, ну, идеалистически относитесь к тому, что дает статус, вот, потому что, к примеру, если мужчина захочет вам, допустим, допустим, изменять, да, если он захочет это сделать, то статус ему это сделать не помещает. Вот. Если он захочет вас бросить на мужчину, то, что факт, что вы будете женихом и невестой, да, его не останавливать, но для него вполне возможно, опять же повторю, да, я говорю, именно, вполне возможно, я не говорю, что это именно так, ну, все просто, но для него ваша такая позиция, она будет обнажать, что вы хотите убедиться, убедиться в любви, ну, ну, что, мы находимся в отношениях, мы находимся с человеком не ради будущего, мы находимся с человеком не ради того, что он, к примеру, нам может дать, мы находимся с человеком, ради того, чтобы быть не сбытным сейчас, в эту минуту. Понимаете? Захотел? Захотел. Сделать предложение. Стали вы, ну, как бы, вместе. Это его право. Вот. Если вы чувствуете, например, что вам нужно, да, что вот вам не хочется, чтобы вам сделали предложение, то, во-первых, чтобы подумать, а зачем, не может быть, а, не может быть предложение, да, руки и сердца, например, чем-то, ну, самобытным. Не может быть предложение руки и сердца саму целью. Вот. Не может быть. Не может быть. Не может быть. И если это происходит, если это все-таки происходит, то значит вам, значит вам что-то нужно. И вот, соответственно, нужно подумать, в чем именно, в чем конкретно вы нуждаетесь и почему. И взять на себя ответственность за реализацию своих желаний. Вот. Вот. К примеру, если вы считаете себя, как бы, ну, считаете, что вам уже хватит встречаться, что вам уже, как бы, ну, что вы уже не хотите встречаться, что вы, как бы, перерасли это там, перерасли это. Ну, это время. Ну, можно мужчине, в принципе, так прямо сказать, что я уже перерасла. Вот. Но 21 год, при условии, что этот мужчина, скорее всего, для вас первый, это нереально. Да. То, что он хочет набраться опыта, это, ну, не знаю, скорее позитивно. Другое дело, что, эээ, затягивать этот момент не стоит, да, то есть, как бы, ну, больше полгода, например. Это да. Секс, если вот у вас вопрос секса стоит, да, сексом тоже заниматься не обязательно. То есть, ну, как бы, если вы хотите, если вы будете с ним жить, да, то, нет, это не идентично, там еще вы будете заниматься сексом. Вот. А если же вы уже занимались сексом, то у меня к вам вопрос. А почему сексом уже занимаетесь, а жить как... что жителей не хотите? То есть, это какое-то странное разграничение позиции, на мой взгляд, на мой взгляд. Вот. Ну, в принципе, наверное, вот так вот вам можно ответить. Очень мне жаль, что получается противоречие с коллегой, который ответил вам до этого, потому что коллега выросла совершенно однозначно. Вот. Ну, мне кажется, что, эээ, его точка зрения, она, эээ, правильно, направлена. Но она правильная, как бы, ну, не для всех, да. То есть, как бы, вот. Она правильная только для одного типа женщин. И для этого нужно выяснить, какой у вас тип женщин. Вот. Но является ли это вашим сознательным выбором, например, или является это следствием, ну, противоречий между, противоречий между тем, с чего вы хотите, и тем, что, к примеру, надо, допустим, сделать. Так что, на мой взгляд, это вот очень важный момент, на который необходимо самым стричным, самым внимательным опытом обратить, на который необходимо разобрать вам. Вот. Так что, не торопитесь, эээ, не торопитесь, эээ, решать какие-то вопросы, эээ, по, эээ, интернету. Не надо. Ну, он придёт из армии, вы будете вместе, по-любому будет какой-то разговор, о том, как вы будете жить дальше. То есть, в это время вам, за доброе время, пока он будет в армии, вам не мешало бы, как следует, в себе разобраться и понять, что, что же вы хотите, и как вы видите, собственно, мужчину своего, да? То есть, как бы, ну, если вы его видите, допустим, именно как человека, в котором вы готовы прошить, эээ, всю свою жизнь, например, то, ну, так ли, так ли важно, в каком статусе вы будете жить, если вы хотите делать его счастливым. Вот. То есть, так, такое ли это имеет, прямо, значение, огромное, да? Если же вы отношения воспринимаете, как что-то такое, вот, что должно быть определенным образом, вы прямо чувствуете, да, что вот отношения, и они, вот, должны быть такими, да? Вот, ну, это уже, немножко другой вопрос. Это уже не вопрос, вопрос, он, скорее, вот, связан, именно с тем, как вам видятся эти отношения, и, я бы, ну, к сожалению, не сказал бы, что, эээ, что, эээ, что, эээ, что здесь, эээ, имеет место быть искренность, как таковая. Вот, на этом всё. Я надеюсь, что помог вас. Эээ, если у вас остались вопросы, дополнительные, вы можете задать мне их в личку, я буду рад вам помочь. Эээ, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучше. Эээ, я желаю вам всего самого доброго и удачи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова